уважаемые зрители спасибо что вы зашли на мой канал я рада вас приветствовать сегодня я хочу сделать видео обзор и называться он будет удачные и неудачные посевы 2017 года видео будет больше о цветах которые я села семнадцатом году в этом году и что у меня взошло и что не взошло и какие семена хочу вам показать любителям цветов будет интересно посмотреть на мои результаты начну сначала с приятного то что меня обрадовала и порадовала первое что я хочу вам показать меня порадовал чистец или еще его называют овечьи ушки в том году мне соседка подарила кустик этого растения замечательного и я собрала с него семена потому что у меня есть и друзья которые тоже бы хотели иметь это растение у себя в саду но куртинка еще слишком маленькая чтобы ее делить и я решила вот попробовать соблюдала все правила при сборе семян и сначала семена я положила в холодильник на холодную стратификацию они примерно у меня пролежали дней 12 и появились первые наклюнулись росточки первые клювики и вот посмотрите пожалуйста такой результат такие прекрасные малыши и меня порадовали следующее растение я также оставила на стратификацию в холодильник камнеломку пурпурную ставила я ее 16 февраля а всходы появились 5 марта смотрите пожалуйста как выглядят сходы у камнеломки очень мелкие семена похожие на питунью и сеяла я ее непосредственно в грунт не присыпала и использовала и пин всходы меня радуют и думаю что она будет продолжать хорошо расти также у меня лежали на холодной стратификации семена душевки альпийской примерно положила я их где-то в середине февраля и первые клювики у семян наклюнулись в конце февраля где-то примерно 28 1 марта было семян гораздо больше чем сейчас сеяла их отдельно в каждый стаканчик к сожалению не все конечно семена зашли хотя они были и с клювиками я не знаю что на них повлияло но пока вот три растения я думаю что если растения эти хорошо будут себя чувствовать и наберут силу мне этого будет достаточно душевка и камнеломка это многолетние растения также меня порадовал барвинок посмотрите пожалуйста растение было на стратификации примерно так же я его где-то числа 16 февраля положила на стратификацию холодную в холодильник и высела 4 марта вот так дружненько взошел мой барвинок у меня на садовом участке растет голубой барвинок конечно зрители мои кто живет на украине я знаю что барвинок у них растет это вообще можно сказать что как дикорастущие растения но у нас в северных регионах такие цветы мы выращиваем рассадой и сажаем у себя на приусадебном участке я очень надеюсь на то что цвет который производитель предоставил что он будет соответствовать семенами которые я посеяла потому что ну вот голубой у меня уже барвинок есть а хочется вот такой вот для разнообразия очень люблю виолы анютины глазки я в них просто влюблена в этом году приобрела таких вот и красивейших два сорта это махровое кружево желтые и вот такого цвета бургунди семена лежали на холодной стратификации примерно неделю я их держала при пониженных положительных температурах холодильнике семян было очень мало и семена довольно таки не дешевые у махровых виолок сад мне сразу сеять не хотелось потому что их можно просто не найти результаты сейчас я покажу у бургунди три взошло одно растение пока еще не сбросила вот семенную коробочку у желтой виолы только вот я вижу пока одно семечко из пяти ну конечно я тешусь себя надеждами что хотя бы по три штучки я получу растений чтобы посадить к сожалению вот такие махровые красивые сорта даже если они самосевом и сеются то с каждым разом самосев становится все проще цветок мельче и при каждом самосеве теряется вот такая вот истинная красота растения и цветок становится простой хочется конечно и наслаждаться вот таким нарядным цветком на участке а теперь мне хочется перейти к не очень конечно приятным моментам которые меня разочаровали при посеве растений начну с того что вот я в этом году села прострел красный плазменные семена фирма когда я покупала эти растения эти семена продавец меня заверил что у нее выросли ну я тоже так думаю но я тоже попробую положила их на холодную стратификацию целый месяц они у меня пролежали села их торфяные таблеточки потому что я знаю что прострел совсем не любит пересад к сожалению моим семена покрылись полностью все плесенью опыт мой посева прострела неудачный я не сдаюсь на следующий год опять попробую и думаю что все таки будет у меня положительный результат я села на веронику колосистую многолетник села я в один день вот веронику колосистую и ставила на стратификацию холодную в холодильник вместе с камнеломкой и что мы видим на сегодняшний день я не доставала с холодильника на стратификацию я поставила ее 16 февраля а сегодня прошел месяц почти что сегодня 14 марта давайте я вам покажу результат посева посмотрите пожалуйста все покрыто плесенью абсолютно все в чем дело вы скажете может быть был грунт заражен и но грунт не мог быть заражен если он был заражен током о камнеломки бы было бы точно такая же почва и она бы не взошла смотрите пожалуйста она взошла вероника сразу покрылся на буквально покрылась плесенью буквально вот через наверное недели полторы вот так хотя я проветривала и в крышечке у меня есть дренажное отверстие но результат плачев конечно первое что у у нас у огородников и цветоводов возникает что я что-то сделала не так да может быть переувлажнила или не проветривала или не знаю стала я искать информацию в интернете стала по сайтам ходить где девочки на форумах пишут также вот о своих таких проблемах оказывается что когда семена не схожие так как у вероники были поверхностные посева это очень мелкие как у питуньи семена и когда семена не схожие они не жизнеспособные то они вот так вот подергиваются плесенью сверху но вот такую информацию я нашла поэтому печальный опыт стала разговаривать со своими подругами кто занимается также выращиванием многолетних цветов слышала не очень приятный отзыв именно о веронике по фирмы поиск что точно такой же был плачевный результат и последнее с чем я бы хотела с вами поделиться показать вам результаты посева это чабрец в этом году я не знаю что такое я уже сей второй раз чабрец до этого я даже снимала видео у нас был совместный проект с алексеем черепановым я села чабрец у меня он не взошел теперь я пересеяла всех был произведен 4 марта вообще признаков никаких нет сходов абсолютно нет я люблю очень душистую эту травку пряную каждый год ее потеют почему именно сортовой чабрец не полевой который растет в поле а именно сортовой чабрец он имеет свойство вымерзать хотя я его и прикрывала и все вроде бы придешь весной на участок он такой зелененький стоит потом почему-то почернел весь и осыпались листочки уже и прикрывала и не прикрывала ну вот как-то так не хочет он у нас вот такой лимонный сортовой расти нахвалила что очень вот деле на окошке очень удачно здесь много очень трав нахвай нахвалила я в своем видео в одном а это семена они не взошли у меня чабрец с этой упаковки не зашел также купила вот гаврич лекарственный огород здесь тоже вот даже открытая пачка с нее я сеяла 4 марта нет не зашел от видите вот чабрец у меня открытый и вот это да этот вот чабрец у меня зелень на окошке отсюда с этой упаковки семена с этой упаковки на чабрец это гавриш тоже не взошел к сожалению но не знаю буду пересеивать купила еще вот такие семена сейчас на полнолуние вот после полнолуния хочу посеять именно вот такой чабрец другие семена взять хотя вот из этой упаковочки я посеяла сейчас я вам покажу змеевик я его посеяла первый раз прочитала про него что очень полезная трава и очень ароматная и как медонос и вкусная я решила ее посеять и вот змеевик взошел прекрасно а чабрец нет буду пересеивать все мои растения которые вот малыши такие они находятся в парничках из пакетиков целлофанов потому что дома очень сухой жаркий воздух растениям конечно тяжело балкон температура не позволяет растения выносить еще хочу показать как развивается фиалка душистая которую я сеяла у меня она лежала на стратификации 15 февраля я ее посеяла вот фиалка душистая у меня находится на балконе на ночь я ее укрываю агротексом а днем выставляю на солнышке вот она такая бодренькая не вытянутая хорошо себя чувствует поэтому на балконе ее можно держать даже крышечка запотела балконе стоян на месте жительства это хризантему я посеяла высота всего на 50 сантиметров клеопатра также она у меня была на холодной стратификации и посеяла я ее 1 марта примерно где-то семена у меня взошли на десятый день первые росточки появились вот такая дружная я ее не прореживала еще ничего с ней не делала потом просажу буду вам очень признательна и благодарна если вы сам в комментариях поделитесь своим опытом выращивания допустим прострела или вероники подскажете может быть как-то вы по-особенному высеиваете эти семена что они у вас всходят благодарю вас что вы были со мной желаю вам всего самого наилучшего до встречи на моем канале пока пока